Добрый вечер, дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров, приглашаю вас на инстаграм Рамзес Рамзесов, одним словом, латиницей. На Рамзес Рамзесове вы скоро увидите, как я буду играться, я буду больше давать материал, и материал будет подаваться не только в виде фотографий, но это будут фотографии обработанные, это будут маленькие видеоролики, это будет, короче говоря, на видео вы увидите очень интересные сюрпризы, потому что инстаграм будет более развлекательный, будет более игровой, более интересный, и я думаю, что информация втыкаться будет гораздо лучше, особенно если мы берем более молодое поколение. Молодому поколению нужна забава, забаву они получат. В принципе, время есть, огромная благодарность ребятам Гагаринам, которые как-то сгруппировались так, что, черт возьми, Рик преподаватель и наши ребята, которые учатся, они очень многое делают друг для друга, и у меня тупо освободилось время, поэтому, слава богу, оно освободилось. Естественно, меньше стало ребят, много людей осталось в Австралии так или иначе, или по профессиональной эмиграции, или по рабочим визам, либо, к сожалению, уехали, либо по партнерским визам, сейчас это такой очень, как говорят, тренд хороший. Ну и слава богу, мне нужно, чтобы люди не канетелились с учебой, не затягивалось это надолго, потому что у людей пропадает всякое желание учиться и уважение к образовательному агенту и системе образования, и стране, кстати, в целом. Поэтому я за то, чтобы на вас не наживались образовательные агенты, в том числе, в общем-то, и я, а чтобы ваш процесс был достаточно динамичный. И если не получается одним путем, чтобы получалось другим путем. Теперь мы возвращаемся в Инстаграм. Да, это будут новые видеоролики, новые истории, будут обработанные фотографии, частично, хотя я буду выкладывать очень много фотографий, эти фотографии используйте, фотографии об Австралии. Но будут еще и фотографии, которые будут нести смысловую какую-то нагрузку, информационные фотографии. И фактически это будут своего рода афиши, фотоафиши. Тоже смотрите, будет, я думаю, прикольно, будет интересно. Я очень хотел бы, чтобы вы переходили частично и на Инстаграм, потому что будет очень много печатного материала. То есть сейчас я перехожу своего рода на блог в Инстаграме. То есть часть будет ставиться в виде блога, и эта часть будет очень информативна. Я хорошо пишу, в принципе, статьи, лучше, чем говорю, и читать лучше, чем слушать мои, в общем-то, достаточно взаунывные такие, как бы, репортажи, ролики в Ютьюбе. Поэтому Инстаграм будет нести достаточно много информации, потому что что ни говори, но на видео отразить все невозможно. Писать целые трактаты или даже достаточно значительную информацию под роликом, это нудно, неинтересно. Люди не хотят это читать, люди хотят видеть что-то и хотят видеть это быстро. Поэтому они стоят на полтора, на два скорость перемотки и получают информацию. Лучше, если информация будет сжатая, информация будет, кстати, с ключевыми словами, и информация будет на Инстаграме. Поэтому давайте так. На некоторое время мы резко двинемся в сторону Инстаграма. Могу предупредить вас, интенсивность Ютьюба не уменьшится. Как вы получаете четыре ролика плюс в день, так вы их в очень долгом обозримом будущем будете получать. Я вам это абсолютно гарантирую. Это ролики, которые вам в действительности пригодятся. Это вам и мотивация, это вам и подсказки, это вам и информация к размышлению, и информация о тех людях, которые вас пытаются здесь кинуть. Иммиграционные, образовательные агенты, очень много других людей. Keep the buster thorns. То есть не надо засранцев держать, тяжелых рукавицах. Это один из принципов. Более того, все призывы, чтобы я много улыбался и был такой добрый дядечка, а они отметаются. Не то время, чтобы нам улыбаться. Наше время сейчас пришло, чтобы нам бороться за свое, ваше будущее. И за мое, кстати, тоже, как образовательного агента, закатав рукава. И это серьезная задача, и она требует от вас всей самоотдачи. Слава богу, эта работа не будет практически сопровождаться материальными затратами с вашей стороны. И единственное, а может быть, кому это в действительности нужно, это курсы английского языка онлайн, которые мы сейчас ведем на базе Lloyd's International College. Фактически пока что с Риком, но, наверное, не только с Риком будем. Но только когда другие достигнут уровня Рика, насколько это возможно. Лентяев, лоботрясов, бездельников, клонов мы не потерпим. Никаких кино, никаких песен, никаких аттракционов. Это курсы английского языка, на которые за каждую минуту заплачены деньги. А кино и песни вы можете послушать за пределами оплаченных часов. Поэтому, дорогие друзья, за вас будете сражаться, не только вы, за вас буду сражаться и я. А я хорошо воюю, поверьте мне, очень хорошо. Многие знают, насколько хорошо. Еще не знают, может быть, насколько. Будет война более серьезная, потому что мы сейчас в более серьезном положении. Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Правильно сказал поэт. Мы будем бороться за свое будущее, потому что против нас сейчас стоят очень много обстоятельств, кранобесы. И прочие люди, которые пытаются паразитировать на нашем желании учиться, эмигрировать в Австралию. Слишком много. И этим людям сейчас нечего есть, поэтому в действительности все сложно. Но Инстаграм поможет вам. Инстаграм поможет вам, потому что это быстро, эффективно, ненавязчиво. Не знаю насчет ТикТока, но, наверное, сил уже не хватит на ТикТок. Это уже детская. А нам нужна юношеская, подростковая, плюс аудитория до 30 лет. После 30 лет Инстаграм не самый популярный, но люди уже плавно переходят в Ютуб. Я скажу, что в Инстаграме полученная информация, которую вы будете получать, она привлечет и тех, которым за 30 лет. И даже тем, которым за 40 лет. Поверьте мне, Инстаграм интересная вещь. И поиграться в нем можно и нужно. Поэтому, дорогие друзья, всех, всех приглашаю на Инстаграм Рамзес Рамзесов. Внизу ссылочка. И эта ссылка будет и есть, и была на каждом моем ролике в Ютубе. Счастливо оставаться и до встречи в Инстаграме. Спасибо.